Всем здравствуйте! Всем отличной недели, хорошего настроения, доброе утро, кто меня смотрит с утра, добрый день, либо добрый вечер, возможно, кому-то и доброй ночи. Как ваши дела? Все ли у вас? Хорошо. А сегодня мы с вами посмотрим расклад в потоке, который многие любят, потому что убирайте позиции. Помню, месяц назад у меня спрашивала Александр, да, Александр Невский. Александр, для вас этот расклад? Елененька, да вы уже будете делать потоки? Я знаю, что есть некоторые люди, которым этот расклад нравится. Ну, раз нравится, значит сделаем. Итак, определились, надеюсь, с позициями. Вот, давайте приступим. Отодвигаем. Позиция номер один. Голубенький кальшик. О чем здесь пойдет речь сегодня, да, в потоке? Интересно, да, ту запуту. О новых начинаниях. О новых начинаниях, новых идеях, новых мыслях. Вот я смотрю, да, два туза, туз жезлов и туз мячей. У меня вот прям энергия идет больше к тузу жезлов, да, вот к какому-то, не знаю, хочется сказать, для кого-то в душе весна наступила. Именно с точки зрения какой-то огненности, да, то есть любви к жизни, к подвижности. Такое ощущение, вот что-то внутри вас зажглось. Зажглось, и оно начинает как-то наполнять вас, что ли. Такое ощущение, что вот здесь вот прям вот хорошее такое настроение. Хорошее настроение. Вроде бы все получается, все лазится. Здесь удовольствие человек получает от момента здесь и сейчас, в котором он находится. Мне идет шесть и девять. Не знаю, с чем это связано. То ли это цифры, то ли это какие-то даты. Ну вот ощущение радости. Какой-то радость вы проживаете. Возможно, приняли какое-то решение. Возможно, что-то здесь отсекли. Ну вот здесь, скорее всего, вот прям чувство, как будто бы принято какого-то решения. Да, и это вот, знаете, бывает, когда происходит исполнение желания. А вот здесь какое-то желание у вас то ли исполняется, то ли вы сто процентов уверены, что оно исполнится, и вот вы в предвкушении его материализации. То есть вы уже совершили какие-то действия. Не знаю, может быть, что-то хотели купить, приобрели, купили. Вот. И сейчас ждете доставки. Здесь речь идет о каких-то новых начинаниях. Новых начинаниях, новых победах. Здесь такое чувство, что, вы знаете, ваши кураторы с тонкого плана, вот они как будто бы вам аплодируют. Аплодируют, а вы как маленький ребенок радуетесь прям. Улыбка на лице и хлопаете в ладоши, вот прям очень-очень рады. Что-то вы такое получили, как будто бы вот вам дали то, что вы хотели. И это приносит вам какое-то удовлетворение, прям вот радость. Здесь об этом идет речь. Хорошо, а почему мне это показывают? Почему вы должны это знать? А здесь это вам показывают, как какой-никой такой урок обучения, чтобы вы знали, что то, что вы действительно хотите по-настоящему, вы это можете получить. Достаточно только верить. То есть, вы это получили не случайно. Этому была проделана какая-то определенная работа, а потом вы это как будто бы как-то отпустили. И вот в тот момент, когда вы отпустили это, это начало осуществляться, это начало работать. Таким образом, вас учит быть более уверенным, с одной стороны, в себе, а с другой стороны, вот как будто бы не бросать, не бросать. Вот то, что вы действительно хотите. Здесь говорят о том, что если у вас в жизни что-то не получается, то это просто скорее всего, потому что вы бросаете это дело. Вам, если вы действительно что-то хотите, вам нужно доводить это до ума. Вам нужно доводить, вот прям, здесь показывают человека сомнительного, который очень много сомневается в себе, который не, знаете, вот у вас приходят какие-то идеи, они, может быть, классные, загораетесь, и потом начинаете как-то сомневаться и бросаете. Вам говорят, не бросай. Если приходит идея, она приходит к вам не случайно. И не то, что она не случайно к вам приходит, она приходит к вам специально, только к вам, именно тогда, когда это уместно. То есть вам вообще не нужно, как будто бы говорят, сомневаться. Вот пришла идея, сделай ее. Потому что она не приходит, она просто так. Здесь настолько все, понимаете, если оно здесь может быть не напрямую какое-то отношение это имеет к идее, а возможно, как-то через эту идею вы начинаете ее реализовать, и что-то другое открывается. А вы, прежде чем что-то сделать, вы хотите вот все продумать, все посчитать, а вам говорят, ну не надо этого делать, просто пришла какая-то мысль, идея, сделай ее. Потому что здесь говорят о том, что вы как будто бы не знаете, насколько это все сплетено между собой в жизни. И казалось бы, как говорится, пошел за хлебом, а встретил своего мужа, будущего мужа. Вот что-то такое. То есть настолько пути, они пересекаются, как некая такая сетка. И когда вы отказываетесь от какой-то идеи, у меня аж прям мурашки идут по телу. Аж прям, да, такое ощущение, что говорят, да скажи им, да, наконец-то такое вот ощущение, что наконец-таки мы смогли вот прям достучаться до нее, либо до него, чтобы он нас услышал. Потому что такое чувство, что вот вам об этом говорили много раз. А здесь еще показывают человека с таким характером, который все сам знает, который не прислушивается, да, вот и знаки показывают, и это, и вот он такой, знаете, вот упертый. Нет, я не буду, я вот хочу вот так. А здесь им говорят, когда я говорю, под словом говорят, я имею в виду тонкий план. И опять-таки я не слышу звуков, я, это энергия. Я эту энергию стараюсь в слова передавать вам. Потому что здесь мне показывают человека скептика, который безусловно имеет определенный дар, определенные способности. Но вот этот вот его скептизм, да, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны это является для него какой-то преградой, какой-то трудностью, сложностью. Здесь вот как будто бы передают этот факел со знаниями, с идеями. И говорят, что вам не нужно его подвергать, иногда когда надо передать какую-то информацию, скептизму, даже если вас не воспримут всерьез, да, такое ощущение, что просто через вас передают какую-то информацию. Иногда идеи, которые вам даются, вы, не знаю, может быть, должны о ней кому-то говорить, кому-то рассказывать. Потому что это, возможно, не всегда вы это должны реализовать, но вот через вас как будто бы передают этот факел. Не знаю, что это за факел, это может быть аллегория неких знаний, либо некой такой эстафеты. То есть вам вот просто нужно передавать, может быть, кому-то что-то говорить, что-то рассказывать. здесь такие моменты тоже может быть. А еще здесь может быть то, что у кого-то должна быть операция, какое-то хирургическое вмешательство. Все будет хорошо, не переживайте. Хорошо, есть еще что-то, что нам здесь показывают в потоке. Ну вот здесь, в общем, говорят про ваш характер, что вам нужно быть более уверенным. Более уверенным. В чем ваши сомнения? А мне показывают, ваши сомнения связаны с тем, что вы не хотите брать ответственность. В каком плане? Когда вам что-то говорят и надо сделать, то есть вам проще засомневаться, потому что вы знаете, где-то неосознанно, что эти сомнения, они приведут к бездействию. А вы не любите действовать. Вот, поэтому вы выбираете модель сомнений, потому что, если вы будете уверены, то, как будто, вы знаете, вот эта вот уверенность, она вас вынуждает совершать какие-то действия. А вы почему-то не любите совершать действия. Не знаю, не очень. Вы предпочитаете больше как-то в голове активничать, размышлять, нежели в физическом мире. Здесь мне говорят, какая-то твердая рука, уверенная рука. Знаете, рука хорошего хирурга, который держит скальпель, и, знаете, у него руки не трясутся. Вот здесь какая-то такая рука воина мне показывает. Вот вы должны быть непоколебимы. Не знаю, к чему это, о чем это. Почему-то мне идет здесь сталь, да, сталь, металл какой-то. Может быть, у кого-то есть, была операция, и, либо в руке, нет, скорее всего, в ногах. В ногах есть какая-то сталь, какая-то железо. Здесь, как подсказка идет, ее надо заменить. Долгое время она уже, и, возможно, вы оставляли, не знаю, что такое, надо заменить. Что еще? А вообще, в принципе, вас хвалят. Вас хвалят за тот путь, который вы прошли, причем здесь, знаете, так, это напоминает картинку, когда мама идет, знаете, так, держит ребенка за руку, а он как будто бы хочет высвободиться, да, капризничать, но при этом никуда не уходит от нее, да. Потом его мама как будто бы руку отпускает, а он схватился за ее юбку и делает вид, что вот, я хочу уйти, я такой независимый, и мне все, я сам, я все самостоятельно, и он при этом держится за юбку своей матери, да, как вот за поддержку, чтобы показать, что вот я могу, я могу, у меня все получится. А мама такая, идет рядом, улыбается, да, да, у тебя получится, конечно, ты большой мальчик, там, либо ты большая девочка, да, но при этом мама знает, что вот она контролирует эту ситуацию, но она готова отдать как-то правление, да, данной ситуации, потому что ребенку, в плане того, что вот как будто бы этому ребенку важно, важно ощутить, у меня собака ломится, важно ощутить как-то уверенность, что ли, в себе, и поэтому здесь такое чувство, что высшие силы как будто бы поэтому вас хвалят, ну, знаете, на самом деле, как будто бы это не то чтобы их заслуга, а их помощь в каком-то важном деле, вот, но вам хочется верить, что это вы, это вы сделали, и вот они вот как родители как-то вот тешут ваше вот это вот самолюбие, да, говоря, да, да, это ты, только продолжай делать, да, не важно, хочешь потешить свое эго, так потешивайте Бога, мы не против, главное продолжай делать, то есть нам не важно, что, что и как ты будешь себя вести, главное вот именно продолжай делать то, что ты делаешь. Давайте посмотрим, может быть еще что-то есть, помимо того, что я уже вижу, да, ну здесь страхи Девятка мечей, вот страхи какие-то, вы преодолели какой-то свой страх, вы преодолели какой-то свой страх, вот он как разき связан с этой неуверенностью, вот то, что я говорю. Не знаю, может здесь что-то было связано как-то с доверием, может быть, здесь вот кого-то отпустило, может быть чувство вины было какое-то, и вот как-то вас отпустило, может быть, был какой-то страх, чего-то очень сильно боялись, это давний страх, это не сейчас, долгий страх, и вот вас отпустило, именно страх, не фобия, а страх, как-то, ну, вот полевчало здесь что-то, не знаю, что сделали, что вы такого сделали, я не могу понять, но, то есть здесь не показывают, потому что людей много, наверное, и показывают какую-то конкретную ситуацию, говорят о том, что, знаете, вот как-то человек, который получает удовлетворение от преодоления своего собственного какого-то страха, то, что вот вас очень долгое время мучило, и вот это вот как раз-таки оно и связано с реализацией вот этого желания как-то, не знаю, может быть, что-то хотели, но не получалось, боялись, были какие-то преграды, и тут вот вы преодолели, не знаю, может быть, себя в чем-то преодолели, и получилось, и вот здесь вот об этом речь идет. единички, я вас поздравляю, я вас поздравляю, я вас поздравляю. Что-то бантики завязываю, либо это ваши воспоминания детства, прям два хвостика и бантики, белые бантики, либо может быть кто-то, я не знаю, цветы здесь сделает, такой из ленты, либо вышивает как-то лентой, это идет не лента, лента бантики, лента лиловая, какая-то такая шелковая, георгиевское лето не знаю почему здесь хотят показать какой-то праздник праздник что связано с этим праздником здесь есть какая-то задача которую вам нужно решить какой-то геморрой который вас уже достал какая-то проблема долго-долго вы думаете прям голова каменная железная чугунная если кто-то ездит на мотоцикле будьте внимательны одевайте шлем что-то такое железное тяжелое здесь идет как ядро какое-то что с этим ядром могу понять я просто чувствую металлическое такое тяжелое прям вот как чугунная что ли металлическая даже чугунная куда буду его выбросить на эти как в олимпийских играх есть вот это вот не тиск шара который бросает такое ощущение что его надо как-то выбросить может быть у кого-то операция связанная как-то с онкозаболеванием и надо вырезать какой-то вот я не знаю груз какая-то тяжесть какая-то тяжесть здесь как будто бы говорят о том что для того чтобы вам как-то устаканится стабилизироваться надо снять сбросить лишний груз может быть кому-то и лишний вес надо сбросить от чего-то здесь надо избавиться цифра 7 идет для кого-то 7 2 7 2 если это важно не знаю либо это дата либо это какой-то вот период времени какие-то трудности у вас сейчас какой-то лес такой непроходимый темный лес какие-то преграды как будто бы ветви вам в лицо знаете как корягует уже где-то и кровь идет но вы все равно идете 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 вперед что это за преграды и почему они у вас есть я не знаю и куда вы идете куда вы идете не знаете как будто бы у кого-то вот прям есть какая-то обида вот бывает иногда на кого-то обидишься либо какой-то такой не знаю какая-то психологическая боль какие-то переживания не очень хорошие вот ты выходишь как-то вот на улицу даже идет холод какой-то ветер такой может быть накрапывает дождь и я не обращаю никакого внимания ветер в лицо я иду как-то полностью душу свои какие-то негативные переживания и я ничего не замечаю на своем пути всем перехожу дорогу не внимательно машины почему-то бибикают и кричит и вы вот погружены в свое вот что-то такое негативное какая-то боль не здесь идет причем знаете вот здесь вот как будто в предплечье как-то сжимает как-то ломает ломает кость может быть у кого-то и силу погоды да там артриты какие-то начинается боли в костях а у кого-то прям физическая какая-то болит могу понять чем она связана и сам газа и не могу понять почему мне это показывают именно на вас хотя я говорила о празднике но вот почему-то мне здесь на императором не показывают именно это какая-то ситуация которую вы не принимаете знаете такое чувство тошноты неприязнь я не могу переварить может быть какую-то новость вы получили она неприятная вам неприятно сама ситуация вы не можете проживать проживать я имею ввиду на вкус это вот идет отторжение непринятие тошнота хочется избавиться от этого всего как алкогольным когда токсикация какая-то такая противно мерзкая голова не знаю здесь вообще никакая ситуация не очень хорошая что почему не показывает в чем смысл здесь в том что надо избавиться чего надо избавиться не знаю здесь на избавиться не очиститься а именно избавиться это может быть какой-то физический предмет которого вам нужно избавиться холод какой-то темное такое пальто человек одевает да это вот мужчина куда-то идёт что не совсем поднимаю что мне здесь хотят показать конфликтная ситуация да король мячей конфликтная какая-то ситуация может быть она и была связана с каким-то праздником с каким-то мероприятием какое-то вот увеселительное какое-то может быть мероприятие это что-то что вас возможно напугало либо забирает у вас силы нет это вас не пугает это забирает у вас силы есть какая-то ситуация мне ее сейчас показывает в плане того чтобы вы на нее обратили внимание избавиться потому что это сосет вашей нынешний лук я поняла то есть это то что забирает у вас жизненные силы ситуация забирает у вас силы это причина почему вы бездействуете если каких-то моментах то есть не действуете здесь ситуация это то что у вас забирает забирает ваши силы ощущение что не знаю есть какой-то вампиризм не могу понять как-то на энергетическом уровне есть какой-то вампиризм кто-то вами питается ну то есть это может быть какая-то ситуация которую вы прожили либо что-то такое на тонком плане либо в физическом мире как человек ну скорее всего причем знаете этот человек неосознанно просто была какая-то ситуация с этим человеком он как будто косвенно имеет к вам отношение но вот здесь уходит утечка утечка энергии поэтому мне здесь говорят что вы обратили на это внимание и восстановились потому что здесь вот прям такое такая большая какая-то пробоина и вот прям такой я не знаю как мазут как черное такое что-то вязкое как смола что-то такое вот выходит вот выходит прямо из вас вот это вот все течет такое знаете иногда бывает когда кровь одна я не помню венозная и артериальная одна красная а другая вот именно темная здесь вот прям черная как будто бы вот как-то сгустки можете говорить отношения с каким-то родственным человеком с близким вам человеком что-то здесь такое здесь вам просто нужно почистить вот эту вот энергию перестать здесь даже не в мыслях а здесь что-то такое реально произошло вот от этого надо избавиться не знаю не могу я вам сказать здесь четко потому что я сейчас не читаю карты я читаю потом а мне не показывают конкретно мне показывают просто узнаете как метафору чего-то такого не очень приятного не очень комфортно поэтому я стараюсь это описать как получается более подробно чтобы вы поняли о чем здесь идет речь это вот чугунная глава непробиваемая может быть вы с кем-то кому-то что-то хотите говорить говорить а он непробиваемый человек у вас как будто бы не слышали это забирает у вас энергию потому что вам почему-то важно сказать пробить вот эту вот голову его чугунную не знаю хочется сказать прям прям услышание да вот кто-то трясет кого-то а человек он как будто вот он не с вами он не включен вас он вас не слышит я думаю почему-то очень важно что-то ему сказать что-то ну это вот видимо ради его какого-то блага либо ради блага чего-то но то что касается вас косвенно но это важно ну я не знаю например расстались и разошлись с мужем и там по поводу ребенка очень важно что-то сказать а человек вас не слышит а не знаю помощь возможно нужна какая-то ребенку либо что-то нужно но это такое вот экстренное а человек вас не слышит либо вот такое ощущение что кто-то кому-то звонит и говорит возьми трубку возьми трубку а человек не берет то есть вот что-то такое очень важное и не получается вот этого вот контакта здесь такое ощущение знаете время идет время идет время пошло и вам надо успеть вам надо что-то быстро сделать здесь прям очень-очень критичная какая-то ситуация время идет как юла такая знаете крутится игрушка была когда-то у тебя стреляла крутится крутится время идет не знаю как-то так троечки пишите свою обратную связь когда я работаю в потоке я не вообще ничего не понимаю поэтому я надеюсь что то что я вам говорю во-первых я не очень хочу чтобы кого-то огорчать и обжать я вообще не люблю передавать какие-то негативные негативную информацию но когда просят поток да расклад в потоке вот вот он поток он такой это интуитивная щитка хорошо позиция номер три зеленые камешки я уже боюсь вдруг опять что-нибудь такое негативное будет негативное мне здесь хорошо здесь стройки кирпичи что-то строит работа кирпичиста какая-то стройка что-то выкладка очень много людей как-то сообща что-то делаешь что-то строит прям такая активность здесь у нас паровоз вот этого песни у нас паровоз вперед летит кому не остановку такое ощущение как не знаю коммуна какой-то какая-то коммуна что-то строить что-то сообща вместе создаете почему не показывать не знаю а работа кипит знаете так жарко жарко может быть у кого-то знаете период у женщин климакса и вот прям жар бросает очень часто бросает жар вот а так в принципе показывают что кто-то прям работает знаете вот в поте лица на чем же вы так работаете на чем же вы так работаете прям так упорно усердно это может быть для кого-то профессия над каким-то делом вы работаете над каким-то делом чтоб мне жарко стало так что еще здесь есть помимо работы ну не знаю собаки лают собаки лают радость как-то дети играют так какой-то вот семейные какие-то выходные и праздник белая собака какая-то с пятнами такая небольшая белая собака она прыгает прям радуется дети смеются кричат так шумно очень шумно голоса очень много много людей не знаю какие-то выходные либо какой-то ну это не вечер это это день и люди и радуются собрали знаете собаки они же реагируют на эмоции людей много людей прибывает пребывает и собака переполнена эмоциями гавкает на радость здесь еще и дети бегают вот но это не праздник это не день рождения это не праздники это вот я не знаю просто люди собираются не знаю зачем для чего но это зверь мне это показывает так интересный момент показывают какие-то фрагменты не поясняю что показываю зачем показываю что я должна вам передать не пойму сейчас меня ругает говорит ты говори не надо тебе думать ты говори они уже разберутся хорошо шестерка и тройка вот вам даются нет поправка единица хорошо единица сейчас не выдумывай говори как есть хорошо что-то меня на вас ругают не знаю почему здесь не надо говорить да говори то что мы передаем хорошо не молодая ну то есть я имею ввиду старше 30 какая-то такая романтичность присутствует у людей и женщина понимает внимание и понимает что она нравится мужчине вот но вслух это как-то не озвучивается о том что у него есть какие-то чувства не не который стремится как-то заботиться об этой женщине нравится и она такая тоже молчаливая немножко застенчивая стеснительная как-то не привыкла она к такому вниманию мужчины он ей нравится здесь какая-то взаимность присутствует эти люди встречаются они еще не в отношениях но знаки внимания здесь друг другу показывают вот он делает для нее что-то что ранее для нее мужчины не делали напишите мне в комментариях кого это касается что это вот что-то есть в этом мужчине у меня сегодня во всех позициях мурашки есть что-то в этом мужчине что такое знаете что такое необычное с ее точки зрения такое ощущение что все мужики как мужики а он какой-то не такой а с хорошей точки зрения то есть он как-то себя ведет хорошо не знаю то ли внимание как-то удивляет то ли внимательный то ли заботливый то ли тактичный то ли вежливый вот что-то что этого человека выделяет еще вот такие коричневые волосы такие пушеничные почему-то говорят не знаю но они и не коричневые они не блондин что-то такое среднее почему-то носит плащ удивительно ни пальто ни биджа какой-то плащ вот мне говорят о том что у них все будет хорошо то есть если вы являетесь либо мужчиной в этой баре либо женщиной не переживайте не переживайте все будет хорошо он говорит он позаботится о тебе а для кого-то то что я сейчас описала это как будто бы вот ваше воспоминание воспоминание когда-то в прошлом это было кто-то сейчас кто-то сейчас прям плачет вспоминает и плачет что есть еще что-то дорога какая-то дорога кто-то куда-то хочет поехать причем это дорога связанная с самолетом да какая-то командировка если вы переживаете здесь тоже все хорошо надо переживать все хорошо пойдет в этой командировке здесь почему-то мужчина касается мужчины мужчина переживает потому что он не хочет кого-то оставлять откуда он уезжает он не хочет там оставлять человека как-то но вынужден вынужден куда-то лететь здесь мужчина с каким-то кейсом с сумкой да вот этой вот сучкой это не дипломат а какая-то вот кейс какая-то сумка такая не знаю может быть там лаптук находится что-то такое это профессионально какая-то поездка потому что он официально одет здесь мужчина в пиджаке и вот он как будто бы говорить я вынужден поехать я приеду что-то его тревожит в этой поездке не знаю какая-то сделка какой-то договор что-то ему здесь тревожит какая-то операция здесь может быть тоже для кого-то как пройдет операция операция я имею ввиду дело либо это хирургическое какое-то вмешательство как пройдет сделка тоже здесь такое тоже может быть то есть человек едет вот как-то по работе по профессии еще что-то есть здесь показывают людей которые занимаются творчеством да художеством иконы рисуют я просто вижу какой-то какая-то студия как знаете студии изобразительного искусства либо скульптуры делают кто-то либо рисует ну как-то здесь профессионально достаточно это не хобби это не дома а как-то вот профессионально здесь люди занимаются серьезный подход изучает эту тему на 4 говорят все свершится на 4 либо на 9 для вас произойдет все на 4 либо на 9 кто собрался на охоту говорят не надо ехать не езжайте на охоту так последняя карта может быть еще что что-то покажет солнце получайте знания какие-то знания что за знания вам надо получить ну здесь идет скорее всего для практиков которые вот как-то занимаются мистицизмом здесь здесь не ритуалы здесь какая-то вот практика здесь свет здесь очень много света я не знаю может быть это не с медитацией как-то связано здесь едино свет здесь вам говорят просто едино свет что-то в этом свете есть такого особенного что вам либо передадут эти знания либо вам нужно получить либо то что вы ищете это как-то связано со светом свет не солнечный свет белый что-то с этим белым светом связано что-то связано что-то связано что-то связано либо кому-то важно получить знания о прошлых воплощениях либо кто-то входит здесь вот именно не знаю гипноз что-то связано с перевоплощением души что-то связано со светом то есть там как будто душа идет на свет там ответы какие-то ответы кому-то надо вот вы получите их через свет вот прям очень много света ничего там нет ну то есть нет предмета это какой-то вот не знаю какой-то план в котором есть только свет и вот вам туда зачем-то надо получить оттуда какие-то какие-то знания либо здесь подсказка идет о том что вы должны выбрать светлый путь либо стремиться к чему-то светлому либо повышать как-то свои вибрации либо стать светом по-разному ну там так хорошо так хорошо кто-то вот кому-то из вас очень важно получить какую-то информацию от человека который умер или здесь передают информацию от человека который умер скорее всего это женщина какая-то бабушка бабушка ну то есть женщина умерла в зрелом возрасте здесь немолодая здесь какая-то бабушка что-то она передает какую-то информацию что она руками мажет и ему понять чем она хочет она говорит дурында платок одевает какой платок куда его одевает не знаю на голову на голову повязывает какой платок зачем повязать на голову не знаю что-то такое да может быть раньше она вот такая говорила когда вы были маленькими уши говорит застудишь береги свои уши уши и не надо тебе красить этой помадой да что-то такое про помаду говори ну в общем она пришла с любовью так хочется ей прям что-то вам передать что вот она вас очень-очень сильно любит вот она заботится причем знаете такая вот прям женщина которая как курица-наседка там вот она так волнуется так переживает ну вот как ты без меня даesesн что-то такое видимо jelly tree жизнь была так ну вот не будет не не будет не ну вот кто будет от тебя заботиться ну ты совсем не ешь ничего ну посмотри какая то четыре вот что то такое вот прям такая вот такая заботливая вот какое то ни finely если какая то И она, к сожалению, не может вам помочь ничем. Единственное, что она просто вас любит. Она подчиняется, такое ощущение, что есть какая-то завеса. То есть она не может выйти с вами на контакт. И вот она как будто бы по одной стороне берега бегает, какая-то курица на сетке. Что-то что-то говорит, а вот между вами река и другая страна. И на ней вы стоите. И вот она как будто бы хочет что-то вам сказать, и не получается. Но она очень вас любит. Не знаю, для какой-то этой информации была очень важной. Не плачь, не плачь, не плачь. Я ее люблю. Хорошо. Так, на этом все. На этом поток завершил. Все. Пишите. Пишите. Знаете, на самом деле я... Пишите комментарии. Я хочу сказать, что, наверное, в следующий раз, когда я буду делать поток, я не буду говорить позиции. Я не буду говорить в камешке. Я просто буду говорить разные ситуации, чтобы вы сами услышали. Я понимаю, что видео, наверное, будет большим, и придется как-то вот слышать все. Слышать все. Но мне кажется, это не совсем корректно. Он опять ругает. Говорит, нет. Делай, как делай. Ладно. Не дают мне. Не дают. Когда находишься в потоке, всегда есть какое-то влияние, да, которое делай, как делаешь. И причем еще раз скажу. Я не слышу голоса. Я не вижу картинки. Все, что я говорю, это энергия, которая проходит через меня, и она как будто бы вот распаковывается, переводит вот эту вот энергию на язык каких-то образов, звуков, либо еще что-то. То есть вот то, что я вам говорю, то, что я вижу, я слышу, на самом деле внутри меня это энергия. Ну, то есть это, как бы сказать, это просто ощущение. Все. А у него нету формы, у него нету звуков, у него нету цвета, у него нету энергии, формы, ничего. И вот как, знаете, как яснознание, да, ты просто знаешь. Откуда, что, и вот это вот просто знаешь, это вот то, что я вам говорю. А что, как, почему здесь, ну, то есть это не звуки, еще раз скажу, не картинки, не вкусы, не запахи. Это вот просто какая-то информация. Но я не знаю, каким образом она приобретает форму. Вот. Поэтому, когда я говорю, что вот мне что-то говорят и похвалят, это внутри меня какое-то знание. То есть я, хотя вот здесь вот я чувствую присутствие каких-то, ну, какой-то энергии, да, какой-то силы. Причем в этот раз пришло не о том. Ну, то есть присутствие есть. Я даже не знаю, как это назвать, сущности, несущности. Сила, не сила. Ну, вот. Если бы это были люди, вот так давайте я скажу. Их пришла группа. Да, их пришла группа. Хорошо. А на этом мы с вами завершаем. Я хочу вас поблагодарить за ваше внимание, за то, что вы слушаете то, что я говорю. Дай Бог, чтобы вы понимали то, что я говорю. Ну, потому что вот у меня действительно возникает в потоке сомнение, да. Это вот показатель того, что это, по крайней мере, я не придумываю. Потому что, ну, вот. И я до такого бы, наверное, не додумалась. Для меня это важно. Я всегда сомневаюсь. Я всегда сомневаюсь. Наверное, есть какая-то ценность в этих сомнениях, да. Что это не бред. Ладно. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого наилучшего. Прекрасной вам недели. Солнечной. У кого-то уже прохладно. У кого-то может быть холодно. Делюсь с вами своим солнышком. Вот. У нас сегодня 32. Поэтому всего самого наилучшего. Светите. Светите, улыбайтесь. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Будьте и живите в добре. В доброте. В свете. До следующих воскладов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok